здравствуйте уважаемые любители на жизнь наши видео канала каждый раз говорю о том том же все нет времени поснимать снимать что-то интересное есть планах как будет тепло поснимать на природе практическое применение ножей также есть такая мечта секшн камеру поснимать что-нибудь когда-то она у меня была видимо тогда еще старые модели я посмотрел как вы сейчас новые модели рабочие как лучше тогда нам что-то не зашла пока на улице холодно весна еще совсем не торопится приходить и собственно время сейчас такой ход закончилась рыбалка путная начнется как вода под лед пойдет она что же не пошла и сегодня видео будет в общем-то скажем мини выставка здесь все ножи из м390 я так скажу что м390 мы стали использовать практически уже когда санкции вели что-то все до нее руки не доходили я как-то и попробовал да прикольно прикольная железка и в общем-то не ржаве современная запас у нас пока есть по ней и вот есть в наличии некоторое количество ножей из нее ну вот начнем наверное с такого ножа это модель лис ну что хочу про этот нож сказать это нож как вы понимаете в принципе не для охотника хотя и можно даже где-то и по суставам вот кончиком поработать можно и шкуру снять маленьком подъемчик аж побольше бы можно неудобно но можно но вот рыбу спарывать работать по рыбе или просто работать на природе там по мясу не только на природе дома на кухне мясо пора сделать мясо и рыбу модель очень хорошая это такой нож туристический я хочу сказать что у нас есть задумка работать именно с туристическими ножами почему потому что охотников становится очень мало например вот в нашей местности да вот недавно спрашивал за штрафы за гаишные за неуплаченные паузском районе если я не ошибаюсь уже наверно устаревшая информация но 40 человек решились ружей ну вот так вот у нас сейчас стало я уж не говорю что те кто постарше мужики у них срок приходит при регистрации и они свои двустволки просто сдают в полицию даже не продают потому что например кто уже пенсионеры понятно уже это им накладно охота сейчас мало того что стало удовольствием дорогим она настолько зарегулирована что вот человек который только туда заходит охотится он не захочет а ведь вот допустим там я так как бы не застала там отец рассказывал оружие продавались у нас в хлебном магазине из хлеб стоит и ружья и я хочу сказать беспредел не было никто не бросался до были единичные какие-то случаи где-то был там случай комарову по моему нас населенный пункт когда на стене висел ружье ребенок пятилетний снял ружье там решил маму пугать не стрелил это все понятно а в целом оружие было доступно и скажем так орудием преступления она особо-то практически никогда не было сейчас с точностью наоборот почему почему потому что люди насматриваются там различных фильмов где раньше помните да вот в ссср там же фильмов то где стреляют и убивают было не так-то много основного про великой отечественной войну относительные боевики их можно было пересчитать по пальцам на лучшее такое было мстители белый солнце пустыне ну и так далее их показывали достаточно редко сейчас на любом канале все кругом стреляют убивают и у молодого человека наверно складывать впечатления шаг нормах это конечно вот вот с этого надо начинать не то что сейчас происходит и поэтому он я думаю что лет через пять вообще будет мало охотников в нашей например части я больше скажу я понимаю что рано или поздно я где-то случайно не заплачу какой-то штраф или еще кто-нибудь что-то придумает и меня лишат прав охоты прав ношение оружия я думаю в этот вопрос времени я думаю что многих из вас ждет то же самое кстати вот я естественно подстраховался я завел борзых собак чтобы можно было походить на зайца не имея внестрельного оружия вот ну понятно что это может быть немножко не то но по большому счету для меня охота это общение с природой неважно я буду стрелять друзья зайцы или собака будет ловить тем более и даже интереснейший собак того стреляя хорошо и узнать шансы нет а когда ловит собака у них шанс появляется убежать все как-то интересней вот и вот я к чему это все рассказываю то есть шкуродеры они становятся все равно всеми не актуальны а вот нож так уплот потому что несмотря на то что охотников стал меньше зато стал много туристов рыбаков с ними немножко полегче ситуация единственное совсем нет детей на рыбалке все рыбачат в интернете ну ничего страшного нож такое для рыбалки в общем тоже подойдет но по рыбакам до по рыбакам пока будем считать они есть соответственно и мы производство это не говорит о том что это будет сейчас но в любом случае будем немножко менять приоритеты производства как бы я не любил охоту да как бы я не любил охотничьи ножи но время другое наступаем достает охотники вымирают исчезают для понимания вот недавно я разговаривал тут у нас скажем с одним из руководителей госохотнадзора и у меня сказал страшную статистику за в месяц на 6 районов которые он контролирует 6 как сейчас муниципальных округов в охотники вступает в среднем 4 человека то есть понимаете да зато выбывает там я говорю у нас по району только за штрафы 40 человек лишился оружия а плюс все кто сами сдали а если помножить на 6 районов то это просто неспоставимые поэтому и мы будем менять концепцию производства в любом случае кстати вот здесь я бы даже вот пишите в комментариях а вообще какие бы вы ножи хотели видеть вот для повседневного наше не обязательно там для охоты да вообще что может какие-то какие-то мысли мы работаем работаем дизайн будем делать пока слава богу все хорошо и спрос на хроничи ножи не падает но тем не менее вот рыбацкий тоже и заемки кстати я здесь показываю все наши земли которые в наличии они дублируются ну просто вот они все вот их столько есть готовых если кстати есть желание приобретайте вот этот нож например сейчас ну сколько месяц и начинается рыболовный сезон а в принципе он начнется раньше начнется еще в последнем ульду когда пойдет щука когда пойдет окунь потом рыбалка по открытой воде все достаточно актуально ну как бы до нож в общем-то из м390 недешевый там порядка 17 тысяч я считаю например вот для рыбацкого лажа м к очень хорошо подходит так что вот если что у нас в наличии есть даже в наличии есть вот с красной ручки есть черный пожалуйста это вот тоже тоже лис с черной рукоятью есть рыбаки которые мне прямо говорят нам от пила нужно нам от пила нужно я понимаю но дело в том что это не пила это рыбочистка и сами вот вы подписчики знаете кто вот даже между собой общаетесь уже тысячи я не знаю этих вот ребят кто имеет это рыбацкий нож и самые положительные отзывы просто один раз на для это на это решится а по сути это два вот ножа для рыбалки да либо такой либо такой не нравится рыбачистки ну вот такой нравится такой этот еще и более универсальный в плане ну потому что брать вот например рыбацкий нож если ты вообще не рыбак но это я считаю что это как-то это глупо слегка если вы просто едете например на природа там ездить жать шашлыки собирайте березовый сок и покупать например вот этот нож ну не надо наверное лучше вот этот нож взять ну дальше здесь идут грибники грибник он в принципе но что универсальный конечно задумывался как охотничий как шкуросъемные и это наша визитная карточка очень много скажем так грибников в общей сложности сделано продано данном случае вот у нас из м ки грибники вот этот вот ручной работой такая красота вот здесь черный граб музельберовые вставочки в руке как плитой но это для тех кого бесит резина ну так вот плюс мы еще 4 грибничка 2 черных 2 рыженьких ну чё он в принципе да он вроде как шкуросъемный но в то же время он и как универсальный я знаю много людей кто им с ним на рыбалку ездит рыбра сделает и нравится и и просто он не охотник просто берет с собой там в машине достал порезал какую-то закуску удобненько вот этот отдельно мне очень нравится вот это малый грибник берестой не знаю мне вот он вообще очень здорово зашел удобный шкурку снять да им неудобно будет большие куски мяса нарезать можно но неудобно им неудобно будет с очень большой рыбы работать что маленький но зато им удобно все остальное и мы шкурку удобно снимать им что-то нарезать отрезать небольшое так это по сути шкурадер чик это вот вообще шкурадер просто по определению я сразу говорю я вот именно что касается ножей с крюком это изобретение заграничное мне это не нравится но многим нравится я даже спрашивал как ты спрашивал вот понятно что вот это заточка здесь который идет она для это же вот тупая для вскрывание то есть допустим брюшины для круговых надрезов то есть в том числе для снимания камуса кто не знает что такое калус это шкура от колена до копыта у лося и оленя вот ну по мне вот таким удобней но тем не менее это вот именно шкурадер здесь о вкусах не спорит делают же их изначально мы тут ничего не придумывали мы в большом счету скопировали с иностранных образцов здесь стабилизированный кап ну так вот в подарок скажем охотнику даже если он не будет пользоваться этим крюком ничего можно за счет вот этого дропа и так можно зашкуривать и так шкурка брюшко хорошее поработает ну это вот пара кухонная я кстати на удивление лежит давно причем нажит хорошее вот еще немножко не продастся я нам домой заберу обои и ту и ту вот это я уже знаю любимый ножами будет она любит узкие вот этим я буду пользоваться потому что м 390 на кухонном ноже на поварском ноже это очень хорошо ну здесь модель аллигатор значит на аллигаторах у нас были разные рыбочистки и такие рыбочистки были и были еще такие немножко другие но здесь мы поставили такую она все-таки практичный она смотрится попроще но в итоге практически нет по сути рыбацкий нож нож продается не часто но вот люди есть которые именно такой именно любит этот аллигатор он нас уже сертифицирован не знаю там не соврать там с 2000 году по моему то есть практически около 25 лет выпускается но может не 25 но около того больше 20 точно по много никогда не изготавливался но вот в принципе это большое уж им рыбу удобно чистить удобно это рыбацкий нож только без пропилов плюс он достаточно большой им что-то подрубить можно ветка нарубить там шалаш сделать а здесь вот я просто для образца показал клинок как выглядит то есть это то что заливаем резину вот эта конструкция сразу хочу сказать не на всех у нас есть которые идут через шпильку некоторые модели особенно если это дамаск именно сюда но на очень надежные крепления тоже очень надежная просто сюда здесь сверлится две дырочки одевается шпилька приклепываются и после этого заливается ни в коем случае это на конструкцию на надежность ножа не влияет совсем не влияет вот ну а вот например нож вы понимали да вот бацкий и вот вот так он внутри вот я на выставке был один мужик подошел бы это вот там типа до конца не до конца но постольку поскольку ручку недолго переделать я взял нож сделал надрез срезал кривой и соответственно он увидел там вот эту железку ну вроде все понятно зачем проблем не перелив вот 8 вот такой вот скажу небольшой выбор но сами понимаете да вот все в тему вот рыбацкая тема грибники ну наверное ну кухню понятно из экзотики только вот и делаем их вот знаете для чего человек приходит мне нужен шкурадер вот в понимании некоторых людей что вот этот шкурадер а вот этот нет вот поэтому мы его пускаем вот что касается себя я все такой не взял причем он скопирован с импортных моделей там концептуально с европейских не знаю ну вот я бы я наверное подарил человеку который думает что охотник то есть вот у него может быть есть дорогие ружья там у него все есть и он даже думает может быть он раза два выезжал на охоту ружье может быть даже доставал из чехла и вот ему можно подарить но что он как бы практичный но хотя вот я еще раз говорю я видел человека который прямо он достаточно профессионально охотился но при этом он долго жил штатах и видимо там пропитался вот этим и вот он таким ножом пользовался вот больше не надо в крайнем случае вот так что вот ребята смотрите если что-то из мки вообще ямко сталь хорошая из порошков она мне нравится всех лучше считаю что она превосходит tellmax это мое мнение спорить не буду пишите какие у вас по этому поводу мысли а так хотите на заказ что-нибудь закажите из мки и нас у нас по моему по толщине ограничение есть мне у нас те запасы которые мы сделали они по моему до трех миллиметров даже чуть тоньше всего доброго до свидания